Как чувствует себя гражданин, который несправедливо обвинен и несправедливо находится в тюрьме? Да плохо чувствует. Потому что наша пеннистральная система все-таки это, наверное, слепок всей грязи и всего самого худшего, что есть в нашем обществе и есть в нашем государстве. Поэтому дело-то ведь не в том, там справедливо или несправедливо ты сидишь. Это вопросы, как сказали, взаимоотношения с судом, может быть взаимоотношения с обществом. А сама обстановка, конечно, в наших тюрьмах просто совершенно не та, которую можно было бы представить, даже если интересоваться этим вопросом. Вот это очень задевает. Ну а то, что несправедливо, ну что ж, не сумел доказать пока ничего хорошего в суде. Ну продолжим потихонечку, там надзорные жалобы, Европейский суд по правам человека. Сергей, как вы считаете, что может сделать обычный гражданин для того, чтобы каким-то образом надавить на систему, чтобы политических заключенных стало меньше, а в идеале не стало вовсе в России? Знаете, это, наверное, очень простой вопрос. Надо на каждом, каждому человеку, наверное, на каждом своем шагу, он постоянно сталкивается с беспределом государства. Не надо с ним соглашаться, не надо уступать взяточникам в наших различных там органах, не надо уступать нашим местным властям, региональным властям, которые где больше, где меньше воруют, об этом все больше знаем. Надо их как-то хватать за руку. Просто нельзя соглашаться с нарушением элементарных норм человеческой жизни, функционирования общества, функционирования страны, государства. И это будет очень прекрасно. А когда мы как-то сгибаемся, то нас в МАЭС где-нибудь пригнут, то в ЖКХ и так далее, конечно, это дает какой-то повод для власти давить дальше и людей, и инакомысли, и строить какую-то страну, которая явно не похожа ни на культурную, ни на цивилизованную. По крайней мере, по действиям властей. Старый парадокс, толстовский кажется, ну и до Толстого наверняка это говорили, о капле дождя, да, что одна ничего не сделает, никакого урожая не будет. Да, но меняет пейзаж. Да, вот миллионы таких капель уже меняют пейзаж. Каждый должен делать то, что он считает нужным для себя. Да, если люди не чувствуют, если люди не чувствуют, что сидящие это заложники, ну, значит, не чувствуют. А те, кто чувствуют, они пришли, видимо, сегодня сюда. Те, кто это остро чувствует. Дело в том, что те люди, которые сидят за болотное дело, со всей очевидностью, это заложники. Они сидят за нас. Это случайно выборные люди. Есть, власть производит точечные удары по лидерам, да, пытаясь запугать лидеров, там, да, Навальный, Каспаров, и так далее, немцов, и так далее, и так далее, через запятую. Дискредитируя, атакуя, арестовывая штрафы, да, физическое насилие, угрозы и так далее. Но впервые, вот именно в Болотной, в случае с Болотной, примена тактика просто взятия заложников. Да, вот каждого, только не десятого, да, каждого трехтысячного, условно говоря, из тех, кто были на Болотной, наугад, наугад. Чтобы каждый понимал, что это можно сделать с ним. Взять любого и сделать из него преступника. Посадить досугу, посадить, да, в СИЗО, мучить, да, допрашивать, шить дело, сшить дело, посадить. Очень важно, чтобы мы понимали, что эти люди заложники. И поступали так, как принято поступать в этих случаях. Известно, что уступать бандиту, который взял заложников, очень опасно. Очень опасно, чтобы бандит чувствовал свою силу. Очень опасно, если они почувствуют, что это работает. Что все лягут вниз лицом и скажут, какое счастье, что не я, да, полежу-ка я вниз лицом. Это поменяет в очередной раз общественную атмосферу. Мы должны продемонстрировать первое, что мы не боимся. И что выйдем в следующий раз, разумеется, в не меньшем составе. Даже под угрозой того, что каждый из нас вот так, по теории вероятности, может оказаться на месте этих ребят. Второе, мы должны сделать все, чтобы привлечь к этому внимание. Чтобы люди чувствовали, что они не оставлены, что о них не забыли. Чтобы работали хорошие адвокаты. Чтобы СМИ напоминало о том, что сидят заложники. Чтобы всеми возможными способами облегчать их участь. Виктор, вот вы в самом начале упомянули Толстого. Но он же автор теории непротивления злу насилием. И сейчас эта теория торжествует. Эти размахивания белыми ленточками и так далее. Может быть, хватит уже размахивать и пора перейти к чему-то более действенному, что действительно напугает власть. Я хочу вам напомнить, что коммунисты попробовали изобрести альтернативу Толстому. И мы знаем результаты этой альтернативы. Это к Зюганову, это к Удальцову, наверное, отчасти уже теперь. Нет, непротивление злу насилием не означает, так сказать, буддистское отрешение. Не означает, что надо сесть в позу лотоса, закрыть глаза и начать медитировать. Вот то, что мы делаем, это непротивление злу насилием. Мы не призываем выламывать брусчатку и бить окна в прокуратуре и в Следственном комитете. Это именно то, что мы делаем. Но активное действие. Привлечение внимания к этому. Привлечение ресурсов демократических, человеческих, личностных ресурсов. Я не думаю, что собравшиеся здесь все толстовцы, но путь насилия Россия проходила, вот этот маятник насилия, Россия проходила, уж полтора века и век назад она прошла. Это так, что только сугубым двоечникам может хотеться повторения. Мне кажется, что уж кому-кому, а нам это должно быть понятно. Понятно, что, жалко, что это совершенно непонятно властям, что там сугубые троечники, для которых правление Александра Третьего и то, чем это закончилось, совершенно не является никаким уроком. Что завинчивание гаек и репрессий и превращение мирных народников, так сказать, в народовольцев, да, вот все это Россия уже проходила. И то, что власть умудряется сделать и совершенно, вот те люди, которые сидят, 90% это люди, которые один вообще просто случайно мем проходил, насколько я знаю, да, а остальные, да, пришли на мирную демонстрацию. Значит, люди, из них довольно успешно могут сделать экстремистов, потому что человек, который отсидит вот так вот, которого и забьют, а потом он отсидит ни за что, я думаю, что он уже выйдет не толстовцем, да. Вот в этом смысле власть, конечно, допускает ошибку за ошибкой. Повторяю, это по толерану, это не только преступление, это больше, чем преступление, это ошибка. Это твердая двойка по истории. Но мы-то не должны быть двоечниками. Что бы вы сказали гражданам, которые все еще боятся выходить на площадь и боятся системы, какие бы слова вы отрисовали им? Мне кажется, что, во-первых, это естественное чувство. Человек, в общем-то, всегда должен опасаться прямых угроз и подобные системы, системы, подобные той, которая функционирует сейчас в нашей стране, к сожалению. Они угрожают здоровью и благополучию людей. Давайте отойдем, машина тоже угрожает здоровью и благополучию. Но также надо помнить, что этот режим никуда не денется сам по себе. Если вы приходите к выводу, что в стране надо что-то менять, если вы считаете, что страна в ее сегодняшнем виде, она становится постепенно непригодной для жизни, что деградация режима, коррумпирована насквозь, лживого, омерзительного, она угрожает как нам, так и нашим детям и внукам, вам надо что-то делать. Значит, можно уехать из страны, можно пытаться бороться. Бороться надо ненасильственными методами, потому что насилия в России хватало и ни к чему оно хорошим не приводило. Это означает только то, что нам надо стремиться к повышению численности людей, которые будут находиться на улице. Власть эта, как метко заметил Виктор Шендерович, она не понимает слов, она понимает числительные. И естественный страх перед ОМОНом, перед зверствами, которые чинят вот эти путинские опричники, он на самом деле будет уменьшаться в зависимости от количества людей, которые будут выходить. ОМОН страшен, когда нас тысяча человек, ОМОН может быть очень неприятен, опасен, когда нас там 25 тысяч человек, ОМОН будет незаметен, когда нас будет 250 тысяч. И поэтому просто все зависит ровно от нас. Не надо ждать, что кто-то это сделает. Каждый человек, который появляется в рядах протестующих, сознательно стремясь к тому, чтобы жизнь в стране поменялась, он на этот момент приближается. При этом, конечно, есть риск. Вы можете оказаться не в числе 250 тысяч, а в числе 50 тысяч. И, как мы видели на Болотной, это может, в общем, привести для некоторых наших друзей, товарищей к весьма неприятным последствиям. Но если сделан сознательный выбор, и мы хотим перемен, то нам надо стремиться к тому, чтобы нас становилось больше. Потому что главное это мы знаем. Нас много, их мало. И вот надо, чтобы вот это нас многое материализовалось как можно скорее на улицах российских городов, в первую очередь на улицах Москвы. Гарри Кимович, обычный гражданин скажет, а Каспарову легко говорить, он чемпион мира по шахматам, его не посадят. Вот хотели, а не посадили. А мне что делать? Меня-то точно посадят. Ну, во-первых, в общем, меня, скажем так, сильно помяли. Мне, в отличие от моих многих друзей и коллег, конечно, там не стоит говорить о том, что я там когда-то отсидел свои пять суток. Понятно, что сегодня это вообще вегетарианские сроки. Тем не менее, обращаться они могут со всеми очень жестко. И я защищался как мог. Мне повезло в том, что было много журналистов, было очень много видео и фотоматериалов. И скандал, конечно, стал космическим, и власть временно отступила. Но Каспаров, Немцов, Навальный, Удальцов, все равно власть не разбирает дороги сейчас. Как динозавр с маленьким мозгом, огромной массой бежит, не разбирает дороги. Власть напугана. Но здесь я не могу никого убеждать принять ответственнейшие решения, потому что никаких гарантий нет. Вот я вышел к суду, вот просто услышит приговор. Это была непротестная акция, меня свинтили, избили, вот, и еще обвинили в какой-то совершенно безумной вещи. Между прочим, пока формально никто этого возбужден... Следствие по этому заявлению этого прапорщика Ратникова с этим безумным обвинением никто не отменял. То есть гарантий, что с вами ничего не случится, нет. Единственный шанс избежать худшего – это то, что в нас стало много. Поэтому вы хотите выйти на улицу, говорите с друзьями, с родственниками, агитируйте людей. Это очень важный шаг – идти вперед не одному, а в большой, шумной, приятной компании. Потому что нас много. И вот важно, чтобы это «нас много» на улицах материализовалось как можно скорее. Спасибо большое. Итак, когда нас будет много, власть испугается.